В Сирии правительственные войска при поддержке российской авиации выбили террористов из многих ключевых позиций. Теперь радикалы пытаются наносить удары по самым болезненным точкам. Одна из них прямо возле Дамаска. Боевики прикрываются мирными жителями и хотят лишить столицу Арабской Республики водоснабжения. Репортаж Сергея Зинина. Река Борода протекает через весь Дамаск. За время войны уровень в ней поднимался несколько раз. Она заполнялась чистейшей питьевой водой. Это та же река, только в часе езды от столицы. Горный район на границе с Ливаном. Пройти вверх по течению невозможно. Там сейчас террористы. Под их контролем главный источник питьевой воды и жизни сирийской столицы. Город Айн-Фижи. Подача воды в Дамаск прекращена. Пусть сирийская армия убирается отсюда. Иначе они будут пить воду только из мутной реки. Видео снимали террористы. Это они в кабинете директора водозабора. Один из тех дней, когда сбросили всю питьевую воду в реку. Демонстрация силы, но желаемого эффекта добиться не удалось. Подземные хранилища Дамаска позволяют долгое время жить автономно. Столица не испугалась. А от армии пришел адекватный ответ. Одним ударом была уничтожена база террористов на окраине города. Пожалуй, это единственное место во всей Сирии, где город, находящийся под контролем террористов, можно увидеть сверху. Вон там он внизу. Дети только что выходили из Медресе. По нему ездят машины. Там находятся запрещенные в России ИГИЛ и Джабхадан Нусра. Периодически они ссорятся друг с другом и звучат перестрелки. Военные их слышат. Пост пытались атаковать несколько раз. Все попытки были отбиты. Полковник сирийской армии говорит, что боевики занимают всю долину. Их там порядка трех тысяч. Террористы под прицелом, но нельзя стрелять. Там много мирных жителей. Террористы этим пользуются. Мы знаем, где их штаб. Он в одном из домов рядом с главной мечетью. Это самый центр города. Ни авиация, ни артиллерия по жилым кварталам бить не будут. Единственный вариант, как говорят военные, не давать боевикам перемещаться и ждать, когда они сами покинут город. Условия для этого есть. За теми горами Ливан. Там есть лагеря террористов. Раньше они оттуда пополняли свои ряды. Мы отрезали эти каналы и теперь ждем, когда они все уйдут обратно. Мы их измотаем и вернем себе город и источник воды. Здесь гнездо боевиков. Днем они прячутся в глубине зданий в черных проемах. Не то, чтобы страшно, но очень некомфортно. Потому что так, как мы смотрим на них через объектив телекамеры, так они могут смотреть на нас. Как минимум через бинокль, а как максимум через оптику снайперской винтовки. Сейчас они засели глубоко в домах. К ночи выйдут и начнут обстреливать позиции сирийской армии. Кадры, снятые террористами, подтверждают мои слова. Головы тех, кто находится на высоте, они хорошо видят. Было несколько попыток выбить нас отсюда. Они поняли, что это бесполезное занятие. Притихли. И вода в Дамаск поступает без перебоев. Главный распределительный узел питьевой воды в Дамаске. Объект стратегический. Несколько дней мы ждали разрешения на съемку. Это конечная точка. Дальше только потребители. По 14-километровым подземным тоннелям с той территории, которую контролируют террористы, вода поступает сюда, на насосную станцию. Дальше распределяется по городу. Каждая труба соответствует определенному району. 540 тысяч кубометров в день потребляет Дамаск. Анализ воды в столице проводят ежедневно. В 66 точках города. Лаборатории современные. Химанализ мы делаем по 33 пунктам. Каждый день заполняется вот такой формуляр. До сих пор показатели ни разу не превышали допустимые нормы. Жители Дамаска пьют эту воду без какой-либо дополнительной очистки. За месяц, что мы здесь находимся, мы ни разу не покупали воду в бутылках. Всегда пили из-под крана. Сергей Зинин, Алексей Шишкин, Дмитрий Зельвянский, Дмитрий Синицын. Первый канал. Айнфижи. Дамаск. Сирия. Сирия.